Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь, в стране. Если вам интересно, о чем на самом деле сплетничаю, чем интересуются турки, то вам на этот канал. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. И это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Полиция Турции озвучила окончательный рапорт по ДТП, который произошел с Мото Таней, что привело к ее гибели. И в рапорте сказано, что вины, провокации в столкновении от самой Татьяны не установлено. 100% вины на втором участнике ДТП, гражданине Турции. И он тоже мотоблогер, его зовут Онур Обут. В начале расследования парень был допрошен, но в итоге отпустили его. Но сейчас он будет арестован, и расследование по этому делу продолжается. Конечно же, самая топовая новость в СМИ, в турецких, я бы сказала, даже часть истерии, это наблюдение за Ираном, атаками Израиля. И истерия, которая набирает место в телевидении, я не могу сказать, что это про турецкое общество. Но некоторые, скажем так, слои населения этому подвержены. И телевизор, да, это каналы, которые у нас показывают новости. Конечно же, это началось самое такое обострение с той ситуации взрывов пейджеров. Затем атака на Ливию, потом насрало, когда его бункер, в котором он находился, уничтожили его. Интересная такая выдержка из новостей по турецкому ТВ, что в серьезе обсуждают здесь в СМИ. Так что цитата. К сожалению, после Ирана под угрозой окажется и Турция. Турции необходимо уже сейчас начинать готовиться к самообороне. При этом нужно действовать стратегически и сообща, опираясь на уроки истории Турецкой Республики и наследия Ататюрка. Вот этот разбор, в прямом эфире вот эта цитата была. Бывший военный Турции, его зовут Наим Бабироулу. И тезисы из его выступления на канале СОСДЮ, почему, скажем так, это объективно имеет место быть. Тезисов там очень много, но около порядка десяти. Но если мы посмотрим самые главные, они действительно есть о чем задуматься. Он говорит о том, что его доводы Иран, несмотря на все свои размеры и ресурсы, возможности, оказался просто несопоставим по эффективности производить, защищать себя, производить какое-то оружие, защищать себя так, как это делает Израиль. То есть буквально говорит о слабости Ирана. Также военная мощь Ирана значительно ослабла вообще за последние 40 лет. Также он говорит о том, что США и Израиль, вероятно, планируют постепенное наступление на Иран, начиная с ударов по каким-то ядерным объектам и нефтяной структуре. Также он отметил, что Россия в настоящее время сосредоточена на конфликте с Украиной, что позволяет США и их союзникам более свободно действовать на Ближнем Востоке. И как бы противовеса в виде России для Америки нет, потому что она занята своей войной. Также многие арабские страны, он отметил, особенно в Персидском заливе, не оказывают активной поддержки восточному миру. Они не оказывают поддержки Палестине в частности и сотрудничают вообще с Израилем. Ну все это знают, торговля, бизнес, джаст бизнес, денежки. В общем, было много тезисов на эту тему, но я просто хочу констатировать в этом видео и отметить, что это набирает обороты именно в СМИ. Отдельно сниму видео, если нужно, напишите в комментариях о том, откуда и как турки получают информацию, черпают ее в СМИ, интернет или еще что-то. Если вам это интересно, напишите в комментариях, я расскажу вам об этом отдельно. То есть здесь я сегодня отмечаю, что вот такая новостная повестка на многих каналах сейчас наблюдается на полном серьезе. Есть обсуждение, что Турция, возможно, станет следующей точкой, которая после Ирана, куда может прийти, скажем так, война и на кого, на Турцию, может напасть Израиль в будущем при поддержке Америки. Правящая партия Акпартия в заседании Совета обозначила необходимость новых мер по урегулированию социальных сетей. Об этом сообщило издательство «Джумриет». Представители партии отметили, что распространяется в интернете очень быстро дезинформация, то есть фейки в социальных сетях, вообще во всем медиапространстве, со скоростью 120 раз быстрее, чем какая-то правильная информация, не фейки. И они также заявили, что в соцсетях нужно завести какую-то некую виртуальную систему правосудия, которая будет наносить ущерб репутации людей, которые распространяют фейки. И сейчас уже в Турции хочется отметить, что у нас действует закон о дезинформации, то есть это наказание за распространение фейков. Он принял в октябре 2022 года. Несмотря на то, что оппозиция тогда была против, все равно закон этот ввели. И за год действия вот этого закона уже задержано и осуждено около 26 журналистов, в том числе и за осуществление дезинформации, как у них статьи гласят, о землетрясении в Кахроман-Мараши, которое было. Вот так вот. Так что посмотрим, что у нас дальше на законодательном уровне будет со свободой слова. Мужчина, выгуливший собаку без поводка в Стамбульском парке Мачкат в центре города, в Бещикташе, устроил драку с прохожими, с женщинами, которые его попросили одеть на собаку-наморник и взять собаку на поводок, потому что они ее боялись. И этот нападавший собачник, который счел эти, скажем так, требования и просьбы о соблюдении правил в общественном месте для собак. Эти правила есть. Он, скажем так, напал на них, начал сбивать, пенал, ну просто жесть растаскивали прохожие. В итоге его, короче, задержала полиция, отправили в здание суда для административного наказания. Турок ожидает повышение госпошлины за оформление загранпаспорта. С января 2025 года примерно будет увеличена стоимость на 45% от цены, которая сейчас. И таким образом, примерно, по подсчетам, за загранпаспорт на срок до 10 лет придется заплатить туркам 333 доллара. Из-за строительных работ произошло обрушение здания. И пожилого мужчину, слава богу, удалось спасти после момента обрушения этого здания. Дедушка, видимо, очень пожилой. Ему кричали работники, строители о том, что не ходите туда, сейчас здание может упасть. Он их не послушал или не слышал. Все равно туда пошел. И мужчинам удалось дедушку спасти. Он остался невредим, не погиб, слава богу. Также поднимется пошлина в Турции, опять же, с января 2025 года, за регистрацию мобильных телефонов. Я об этом вам недавно говорила. Которые ввезли из-за рубежа в Турцию. И госпошлина будет повышена до 46 тысяч турецких лир. Это примерно 1350 долларов она будет составлять. Об этом писало издание SOSJUM. Да, вы не услышались. Это просто за то, что у тебя иностранный телефон, который заблокируется через полгода в Турции, если ты тут систематически находишься и долго проживаешь. Также аренда жилья в Стамбуле выросла за последний год на почти 47%. И это было индекса на платформе «Эта информация». Также еще по статистике по Турции. Впервые за 8 месяцев, в 2024 года, статистика, Турцию посидели 36 практически миллионов иностранных туристов. Это больше примерно на 8%, чем за аналогичный период предыдущего года. То есть туризм у нас здесь растет такими темпами. И в Турции введен первый в истории профессиональный квалифицированный экзамен для выпускников юридических вузов. То есть выпускаясь из юрфака, ты еще должен будешь ждать экзамен на именно квалификацию свою. Из исторического древнюю Фридийскую долину в центральной турецкой провинции Афьон-Карахисар будут продвигать как вторую Каппадокию. Для привлечения иностранных туристов будет новая такая туристическая точка для привлечения туристических потоков. Ну, естественно, для пополнения казны. Вот такие новости Турции на данный момент. Увидимся с вами в следующем выпуске. Напишите в комментариях, какие новости вас больше заинтересовали, оставили неравнодушными сегодня. До встречи в следующем видео. Подписывайтесь на Телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Всем пока!